Рельсотрон Railgun – рельсовая пушка, электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы ампера. Еще одно название – электромагнитная пушка. Теоретические преимущества рельсотрона. Первое – экономия. Стоимость выстрела рельсотрона существенно ниже таковой для аналогичной по дальности ракеты корабельного базирования. 25 тысяч долларов США против одного миллиона долларов. Второе – при условии решения всех задач, связанных с реальным применением, такие орудия могут обеспечивать тактическую стационарную противоракетную оборону против неманеврирующих баллистических ракет, либо расширить горизонт дальности стрельбы. Третье – высокая скорость снаряда позволяет использовать рельсотрон в качестве средства ПВО. Скорость снаряда перспективной пушки должна была составить 6 махов. На практике удалось достичь лишь скорости 3,6 маха. Учи английский быстро с помощью Виллскилл – современная платформа онлайн-образования. Переходи по ссылке в описании. Четвертое – использование рельсотрона исключает необходимость хранить на кораблях взрывоопасный боезапас обычных снарядов, что повышает живучесть корабля. Но никаких доказательств эффективности не предъявлено за много лет, особенно в смысле точности и разрушительной силы. Пробиваемость и воздействие в целом при попадании не превышает показатели артиллерии средних калибров. Ресурс ствола существующих на данный момент прототипов крайне мал. Теоретическая дальность эффективного огня рельсотрона – до 200 км, однако наибольшей эффективной дальностью для артиллерии является 20-40 км, а на большей дистанции приходится использовать корректируемый в полете снаряд. В 2005 году ВМС США запустили программу по разработке рельсовых орудий под названием «Веласатас Эрадика» с участием корпорации «Дженерал Атамекс» и «Биэи Системс». В 2015 году планировалось произвести первые испытания на корабле. К 2020 году эти орудия должны были поступить на вооружение эсминцев типа «Замволт». Их модульная конструкция и электрическая трансмиссия рассчитывались с учетом перспективного электромагнитного вооружения. В 2021 году финансирование проекта было прекращено.